Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, сегодня уже весна, сегодня уже 2 марта. Посмотрите, какая красивая картиночка у меня на календаре. Я специально выбирала год дракона, но что-то как-то символ дракона мне почему-то не очень хотелось видеть на календаре. Не знаю почему. В общем, долго я выбирала календарь и нашла вот такой со старинными замками, наверное, Европы, каких-то разных стран. Ну, в общем, интересненький календарь и купила. Ладно, отошла я немножко от темы. Сегодня тема вязания, творчества. Кто внимательно следит за каналом, те вчера видели мое видео-шот по вот этому ламбрикену. Посмотрите, как это выглядит в дневное время. Так, это шумы. Уже Моня там что-то сбросил на пол. Обязательно жажда игр во время съемок. Ну, это обязательно. Маруська сидит, смотрит за окошко. Ну, а я вам показываю вот эту красоту, как она выглядит в свете дня. А вечером, конечно, когда свет, ну, в общем, домашний свет, все это смотрится по-другому, но тоже красиво. И я очень рада этой своей работе. Красота. Я сделала мастер-класс, попетельный мастер-класс для начинающих вот этой красоты. Так что обращайтесь, пишите мне на почту mon69inbox.ru И приобретайте. Цена недорогая, символическая по нынешним временам. Поэтому пишите, кому это интересно. Вяжется просто и легко. Но есть маленькие нюансы, о которых я говорю в своем мастер-классе. Эта занавеска также может служить и как ламбрикен, что сейчас вы видите. Я планирую связать. Сюда уже купила специальные штанги. Вот здесь вот буду устанавливать штанги. И, конечно, тогда вот это снимется. Это будет лишним. И здесь буду вязать тоже либо такую же занавеску, либо ту, которую я вязала раньше другим узором. Это я тоже вам покажу. Сверху у меня будет еще один ламбрикен, который будет закрывать вот эту штору рулонную. Вот что я имела в виду. Здесь тоже осталось совсем немножко. Может быть, я сейчас приступлю к этой работе. Появилось вдохновение. Долго задержался этот процесс у меня. Эта работа была болезнь, которая пришла совершенно нежданно, негаданно, когда я все это начинала делать. Но сейчас все хорошо. И с полными силами можно продолжить эту работу. Но вы поняли, вот этот ламбрикен будет висеть сверху. И это очень красиво. Прям в тон совпадает с вязаной занавеской или ламбрикеном. Это, как это сказать, шнуры хлопковые, вязаные, которые мне присылал на обзор магазин Нить Добра. На Вальбарис можно набрать, и вы увидите. Из этого же я вяжу кресло-макраме для нашей будущей беседки. Пока это кресло пылится вот здесь. Оно уже на хорошем этапе завершения. Там тоже осталось немножко. Ну, в общем, творческий беспорядок у меня присутствует. Пришлось прерваться. Телефон разрядился. И вспомнила, что у меня есть еще вот такое покрывало. Решила сменить постельное белье. И почему-то захотелось положить именно его. Сейчас просто напомню, что этот мастер-класс тоже есть на канале по вязанию вот этого мотива попкорн. И в связи со сложившейся ситуацией мастер-класс платный. И вообще, друзья, хочу к вам обратиться, поддержать меня, купив какой-то мой мастер-класс. Очень буду вам благодарна. Я сейчас пройдусь в этом видео, какие мастер-классы у меня есть. И, пожалуйста, обращайтесь, поддержите меня. Не просто денег прошу, а просто оцените мою работу, купите мастер-класс по символической цене. И таким образом вы и меня поддержите, и сделаете доброе дело. И свяжете себе вот такую красоту. Посмотрите на эту красавицу. Маруська, на солнышке. Сегодня солнечный день. Сегодня хочу посушить белье на улице. Да, 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 да ты наша красавица. Да ты наша табуреточка. Она так поправилась. Она такая толстенькая стала. Она уже с Моньку размером. Да, Маруся? Значит, вот этот мастер-класс есть. Есть мастер-класс по вязанию. Это была вообще занавеска. Называется цветочки на дорожке. Вот этот мастер-класс. Но, как вы понимаете, что можно связать не только занавеску, можно связать и вот такую наволочку. Вообще, у меня в планах, у меня есть пряжа. Это тонкий-тонкий российский лен. Я хочу связать вот в таком же стиле еще и покрывало на эту кровать. Это будет, конечно, грандиозная работа. Но, может быть, и год буду вязать. Не знаю. Но очень хочется, очень хочется связать именно покрывало вот в таком вот узоре, как подушечка. Вот этот мастер-класс тоже есть. Занавески вот этого узора тоже есть на канале. Называется, по-моему, кайма. Также можно использовать как подзор на кровать. Она у меня вот здесь такая занавесочка. И вот на этом окошке солнце прям заливает весь дом. Тоже вот этим узором. Здесь немножко другая пряжа. И размер получился больше. Тоже мастер-класс есть на канале. Мама с дочкой играются. Они не дерутся. Не думайте, друзья. Они просто играются. Просто играются, да? Моня, тебе как? Хорошо на занавесочке сидеть, да? А мне нужно рассказать о размерах, о пряже. В общем, я померила, друзья. В это, в ширину получается поперечное вязание. То есть мы вяжем вот так вот. Здесь 28 сантиметров. Если мерить по вот этой окончательной, вот это вот 28 сантиметров. Но вы, конечно же, можете увеличить здесь количество клеток. И занавеска будет или вот эти вот ряды вот этого узора увеличить. И занавеска, конечно, будет другого размера. Я прям разрываюсь между... Мне хочется к этому ламбрикену связать такую же занавеску и еще хочется связать другую занавеску. Вот опять сел телефон. Да что ж такое? Вроде долго стоял, заряжался. Ладно, сейчас расскажу о пряже. Пряже здесь, значит, хемпус называется. Кто-то писал, что это конопля в переводе. Не знаю. Написано хлопок. Очень легко вязать из этой пряжи, но она толстовата. Толстовата для ламбрикена подойдет. А вот для какой-то легкой занавески она толстовата, на мой взгляд. А здесь 500 метров на 100 грамм. Бобину покупала 2500 метров в бобине, получается. Ну, в общем, 500 метров в 100 граммах. Крючок здесь у меня был ковер 1,25. В длину она вязала по нашему окошку 1,30. Вот. Поэтому все рассказала. Очень красивый узор. Очень классно лежит. Немножко подкрахмарила я. Ну, совсем чуть-чуть, чтобы кола не стояла. Как же они любят, когда меняется белье, они даже не дают его сменить. Им обязательно, только снимаешь грязную простынь, им обязательно нужно прыгнуть на матрас и мешать, мешать и мешать. Да, Моня? Да, сладкий? Вот, если сравнить вот с этой пряжей, вот эта пряжа больше подходит под занавеску, даже в три сложения. Я не помню, по-моему, в три сложения я здесь вязала. Надо будет посмотреть по видео. Но эта пряжа более тонкая. Вот мы плавно подошли еще к одной моей работе. Помните, вот эта вот кайма, которую я вязала для камина нашего. Но, в общем, не понравилось мне, как это смотрится. И я, наконец-то, успокоилась и решила оставить камин вот в таком первозданном виде, когда мы его только сделали. Здесь я вот цепляла крючки, надо убрать. Вот сюда вот эту кайму потом цепляла. Ну, вот здесь она смотрится более-менее, скажем так. А когда я ее наклеивала на камин, нет, нет, друзья, дерибас получился. И, в общем, я это все сняла и успокоилась. Все. Если, может быть, только на камин какую-то дорожку свяжу. И то мне не очень хочется. Мне все-таки больше нравится камин вот такой вот с непокрытой столешницей. И, в общем, гармония полная. Больше туда ничего не буду лепить, ничего тулить. Есть много других проектов, задумок. короче, я эту кайму даже покрыла лаком. Ну, когда клеила, мне пришлось это сделать. Лак акриловый на водной основе. Асент, по-моему, французский. Ну, он как выглядит, как клей ПВА. Просто будет легче стирать, не нужно будет фиксировать. Если я найду видео, может быть, не в этом ролике, в другом, покажу, как я фиксирую, блокирую, вернее, блокировка это называется. Все-таки такие вещи надо блокировать. Вот те занавески, которые висят, я не блокировала. Вот при следующей стирке исправлюсь и все-таки нужно блокировать. Блокировала на махровом полотенце. Вот каждый квадратик, вот прям иголочку вставляла в каждый квадратик. И вот посмотрите, как это красиво. Это, короче, того стоит. Да, это долго, муторно, но это того стоит. И еще, я же говорю, вот эта часть у меня покрыта лаком осента. Он невидимый, как будто она очень-очень сильно накрахмалена. Может быть, даже и при стирке это будет держать форму, потому что все-таки это лак. Вот. Здесь, значит, вы видите, немножко цвет отличается, причем на камеру это более заметно, чем вживую, я бы сказала. Здесь вот как будто оттенок чуть-чуть другой. это я вяжу все-таки вторую часть занавески на кухню. Конечно, нужно будет снять ту магазинную, тогда это будет смотреться. Пока сейчас ламбрекеном эта занавеска смотрится, я имею ввиду магазинная, а вот если будет еще занавеска, то это уже будет перебор. Поэтому ламбрекен оставляем, занавеску магазинную снимаем и вешаем вот эту вот красоту. Короче, то, что я хотела на камин, это теперь у меня будет занавеска на кухне. Я продолжаю ее вязать тем же узором, которым связана занавеска 10 балерин. Я имею ввиду вот эту занавеску. Вот этот узор я применю и в той занавеске, которую я вам показывала. Вот это чудо тоже очень мало весит, 130 грамм всего лишь, ну и она, так скажем, не слишком широка, и по высоте тоже я уже не буду мерить, но как же у нас солнечно. Она сейчас находится у нас в прихожей, и как-то как-то все гармонично смотрится. Вот он, этот узор. Он неприхотливый, он простой, но который я придумала, я имею ввиду вот этот. Красота! Еще я планирую связать вот такие наволочки, на вот эти подушки, которые потом перекочуют на кухню, чтобы смотрелся комплектик был. Видите, как можно применить этот узор. Повторюсь, на этот узор есть попительный мастер-класс. Можно связать и покрывало, если у вас есть какой-то элемент усидчивости. Это, конечно, будет долго, но это будет королевское покрывало. Можно связать ламбрекен, можно связать вот такую наволочку, можно связать кайму на платье. почему-то вижу это в черном цвете тоже красиво будет смотреться. Можно сюда также кисточки добавить, будет еще интереснее. В общем, присмотритесь и обращайтесь. Ну, а теперь расскажу немножко о планах. Вот здесь вот хочу поменять. Эта салфетка была куплена в фикс-прайсе. Хочу ее сменить. Здесь стекло, но мне не очень нравилось стекло. И я закрыла вот такой вот ну, это не знаю из чего это занавеска. Закрыла здесь вот окошки в этих шкафах. Вот хочу снять и связать сюда тоже красивый узор. Вчера смотрела и в общем пока решаю с выбором какой узор сюда. Во-первых, по размеру нужно вписаться и тоже буду вязать вот сюда красоту. Еще о задумках. Посмотрите, какую идею я нашла. Вот такие вязаные часы. уже на Валберис нашла механизм и основание. Вот циферки нашла. В общем, буду делать часы вот из этой салфетки. Здесь очень удачно. 12 листиков, 12 цифр. В общем, вот такая вам интересная идейка. Посмотрите, какая красота. Просто идеально впишутся в нашу кухню часы на базе вот такой вот салфеточки, которую схему я изменила. Вот эти вот столбики заменила на выпуклые. Ну, в общем, вы это все видели. Зимой вязала я эту салфетку как снежинку. Ну, а теперь снежинка плавно превратится вот в такие замечательные часы. решила вам показать, как смотрится королевский ковер на фоне вот этого моего вязаного покрывала или пледа. Не стала Марусью беспокоить. Уже очень она здесь сладко спит. Потом поправлю часть этого ковра. Отлично по-моему смотрится. На этой ноте я буду заканчивать свое видео. Хотела сказать свой мастер-класс. Может быть сниму для вас еще какой-нибудь интересный мастер-класс. Но друзья пожалуйста поддержите меня. Не обижайтесь что мастер-классы стали платными. Такая жизненная ситуация сейчас сложилась. Поэтому я очень прошу и надеюсь на вашу поддержку. Я вас всех обнимаю. всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока пока.